Так, у меня вопрос, девчонки. Вы вчера просились покупать, поздновато уже, но я разрешил и сказал сюда, это обрадовалось так. Ты мама ходила с ними? Да. Сама купалась? Нет. Нет. Скажи, как вы оттуда шли, в каком порядке, кто первый, кто второй? Они вперед побежали. А вы? А я дальше шла сзади. Осталась там? Нет, дальше шла. А через сколько вы пришли после них? Сразу же. Я просто заходила той дорогой. Ну, если куда-то заходила, то не сразу. Я ждал-ждал около окна, когда вы пойдете за ними. Это несется, как ветер. Мы вместе пришли. Они зашли сюда, а я зашла тем ходом. Через там, где это сено. А зачем? Проверить хотела, какая там дорога. Ну, ладно. Дело в том, что я никак не мог увидеть. Никак. Значит, там где-то свернуло. Я наказываю это и прошу. Самовольные купаться не ходить. Каждый раз спросим благословения. Такой у нас порядок был в лагере все 45 лет. Старшие дают разрешение. Пришли, там в воду не лезут. Здесь уходят три поклона. Пришли, там точно так же три поклона. И кто с ними пошел? Старшие к нему обращаются. Благословите. Он отвечает, Бог да благословит. Вы знаете это? Да, делаю. Дальше. Есть такая поговорка. Не зная броду, несусь я буду. Брод. Пешком пройти можно. Называется бродом. А ты сунулся туда, там глубже, а дальше еще, дальше еще глубже. Но бывает, что люди уже заранее знают, что танки надо было перейти в одном месте. Все обсмотрели, какой берег, как выйти. И трубу выхлопнули, сделали выше. Все щели замазали, там, то тестом, то пластилином. И танки прошли по низу. Вода была сверху даже, выше их. У меня знакомый один, вы же знаете, парабизованный Сергей. Случилось, что он прыгнул в воду, когда они там были на отдыхе. И никто не заметил, как он там прыгнул. Просто нет его и все. Около пяти минут его не было. Он прыгнул, а там ревно. Он ударился, и семь позвонков разлетелось. Шейник. И когда его достали, он мертвый. Положили, и только один человек говорит, ну надо хоть гимнастику сделать. Вот это искусственное дыхание. Я, может, не так что-то говорю, но суть в этом. Стали делать. И в это время ему там перерезали все гербы. Он парализован, лежит уже лет 15. Выкинуто. Высокого роста, приятный мужчина был. Но он, говорит, парализованный во славу Христа. Он себя рассказывает, какая его жизнь была. Он очень близок к нам. Он подал заявление принять его в общий судах к нам. С мамой вместе с Татьяной Ильичной. О них надо вместе молиться. Вот такая история. У нас пирс называется. Потому что 200 лет тут как стоит деревня. И пруд не очищался его. И нам не очистить. Существует способы. Вчера Сергей Пухов написал. Он ездил, где карпов продают. Как они очищают. И очистительный шок поставить. Миллион рублей нужен. Миллион. Ну, ясное дело, что это не лимон. Он пьет держать. Еще это никогда нам не сделать. Дохли они будут, дохли. Поэтому надо глубоко. Дорогая Бэба, естественно. Они говорят, линь надо. Линь тогда не дохнет. А линь, то у него вся плоть пронизана мелко. Есть невозможно. Линь мне очень не нравится. Есть еще и другое. Ротан, кажется, называется. Он небольшой. Он застывает. И льдинка лежит. Потом растаял, поплыл дальше. А такая рыба. Но он пожирает все. Где он поселился, никого нет. Он все сжирает. Это как прокурор злой какой-нибудь. Такой вот. Все там все. Он и судей поживет. Ну, Берия, назовем так. Или Южов Николай Иванович. Вот такой ротан бывает. И нам хотели сюда. Мы сказали, нет. Это зачем? У нас гальян есть. Хорошая рыба. Надо мордушки делать. Нам некогда. Мы сделаем мордушки. Большие мордушки. Ну, мордушка как кадушка. Куда как ущернились. Они заходят, а вылезти не могут. А горловину мажешь тестом с маслом. Были у меня больше 10 мордушек. Все порастащили. Разворовали. Ни одной нету. А окунь? А? Окунь. Окунь? Ну, окунь это хорошо. Я не знаю, они не продают их. Одно время там, в втором мостике появились окуни. Откуда взялись? Даже не знаю, откуда. И мы ловили. Такой бредень был. Вот стекловату привозят. Когда обматывают, утеплять трубы. В которых теплотрасса идет. А эта сетка-то мелкая-то, она никуда. Они ее выбрасывают. Я навозился к ним и стал брать. И понавозил сюда много и сшил из них железные сети. И это не сети, а бредень. Этим бреднем ловили. И однажды я наловил столько этих окуней. Да большие окуни. Вот такие вот, наверное, прямо огромные. Но он сухой. Его можно есть. Лучшая царская рыба, это карась. А она, говорит, сворная. И он дал данные такие, что 4 раза в году не рестится. И поэтому, если много карася, а его много, то он мелкий. Не хватает еды. И он объедает, говорит, этого карпа. Как объедает, я не знаю. То есть еду, которую ему предназначали, он объедает. И они ее считают сорной рыбой. Этого карася. И ловят тоннами, не знают куда. И отдают там где-то свинарники или с зерноферма. А на самом деле у него специфический вкус. Да, опасная рыба. Там много костей. У него ребра. Это ребра, стропила настоящая. Не то, что у этого скубрии какую-то. Един-то. Там ниточки какие-то. Поэтому начали с того, что нигде не прыгать. Вот мы забиваем большие бревна, сваи заостренные. Это было очень трудно. Рядом вот этот корпус кровати. Ее там держат, на него поднимается, с двух сторон упирается. И тогда посередке. А потом на него доски кидают, прибивают в воде. Но получилось так, что вода поднялась. А поднялась, значит, лед поднялся. А сваи во льду. И все подняло. И по всей реке разнесло. Но часть там осталась. И поэтому мы каждый год проверяли. Проверяли не просто так, а с веревкой. Двое с разных сторон нырнут. На земле. И никому нельзя прыгать. Ты прыгнешь, а там сваи. А лбом тебе не разобьешь. И беда большая. А бывает злодеи. Он может поставить там железный стержень, а ты насквозь тебя ловишь. То есть пакости. Вот где мы купались, приходили специально, били бутылки. И все усыпали. Ничего не сделаешь. Злодеи, злодейские, злодейские. Там бы у нас было. И я сильно, во время крещения, там кровавая вода стояла, я порезался. Тогда я нашел специально тапочки. Купались в тапочках. Купались в большей мере. Сто метров от трассы на второй мосте. Там такое роголызиное мыло. И там заснято было. Ну тогда этих видео-то не было. На киноаппарат. Снято. И к тебе не прыгать. У нас тут была одна девочка. Ксения. В общем, она разбежалась. Когда другие там где-то заходить по пирсу были. А она разбежалась и прыгнула. А там дерево. Сучок. И она прямо на сучок. Ее на руках унесли. И она больше никогда не была здесь. Самобольство до добра не доводит. Прыгнул человек 15 лет и живет. Назад не веришь. Конечно, с позиции вечности. Ну что сказать. Он не грешит, какой он был. И прочее. Благословен Господь. Но ведь большинство людей он лежит, ходит под себя. Гниет. У него пролежние. И он проклинает жизнь свою. Нигде не прыгать. Заходить очень медленно. Никуда не открывать. Вот самая большая. Вот ваша глубина. И вновь берега так и плывет. Зачем тебе дойти. Где тебе дно не достать. А так и думаем. О, я рядом. Пока ты рядом. Давай лежишь. Ты сама к дну пойдешь. Нигде одно нарушение. Больше не бойки ходить. Только туда. А там ты не утонешь. Там везде вот такая глубина. Ты слышишь, я рассказываю? С тебя это станет. Ты хорохоришься. То другое. Господь подрежет крылья. А я не боюсь. А другой стоит. А что, боишься что ли? Ну прыгай. Что ты боишься? Ну то есть. Бросься вниз. На руках понесут тебя. Это дьявол говорит. Это он желает на гордости сыграть. Ну, открывай. А что, боишься? Конечно боюсь. Не разговаривает. Ну я одна пришла. Там женщина к вашей жене пришла. Я в окошечко потихоньку раскладился. У меня гаранда. Глянул. А там три мужика рядом стоят. А ты открывай дверь. Соседка. Прям соседка рядом где-то. Он пошел за хлебом старенька. Приходит. Она уже зарезанная лежит. А почему открыла кому? Кто делал у них ремонт. Она доверилась. Мужа нет. Но она выпивала. И весь сказ. Мужа нет. Я никому не открываю. Откуда закрывается в 8 часов, допустим. Ко мне уже не стучитесь. Форточки с этой стороны. Вот где голубят. Отсюда. Подойди. Я услышу. Крайним случайно я открою. Открою только вот. Когда знаешь, что нужно. Кто-то стучится. Так. Как ну подойди. Я грянул на тебя. Посмотрел. По телефону звонил. Я переговорил. Не надо. Я сколько знаю. У меня знакомые были. Не просто знакомые. Очень-очень близкие. Я им говорю. Ну что ты боишься? Все. Боюсь. Написано. Остерегайтесь людей. 10-13 Матфея. Ибо они будут предавать вас. А он не боится. Я говорил. Гена не делает этого. Не надо. Да ну. А сам разнодорил. Там он. Кришна. Кришна. Вот это бы. Ну неофициальный такой где-то. А ему Кришна сказал. Убей его. Принеси в жертву. И он пришел. Затащил электрод. Он как только открыл. Три часа вообще-то как ударил в горло сразу. А потом Кришна ножиком отрезал ему голову. Зашел в алтарь. Вокруг престола обошел и бросил. До этого он был Яковлев Геннадий Михайлович. А потом он до этого уже принял монашество. Отец Григорий. Тура. Несельского округа. Вот такая штука была. Уже лет сколько? Около 10 лет назад это было. Игнатий боится. Игнатий живет. В 80-й год. А он до 60-ти не дожил. Он не боится. Не боится только дурак. А кто это говорит? Говорит, трижды герой Советского Союза по крышке. Только дурак не боится. Благодаря вот это. Вот ты посмотри как воробьи. Сохраняй жизнь. Вот они клюют воробьи. Их налетело 50. И у них половина только на страже. Они все время смотрят. Один только взлетел, а другой не спрашивает. А что там такое-то? Он мгновенно летит. А вот из-за угла выскочил. Кот. Сходу. А тут коробка. Ему не видно. Да и сторожа просмотрел. И тут когда заскочил, и сторожа этого схватил и утащил. А я в окно вижу. Плохо смотрел. Значит, там было повыше. На ящик залез. Но у него воробьиные мозги-то. А у тебя-то человеческие. Ты никогда этого не делай. Не зная обороду, несуйся в воду. Вот вчера показывали, где не сходятся данные, которые у меня с теми космическими. А где космические это, ну космические там, самолет, которые, не знаю, фотографировали-то. А отрожек один на втором мостике. Там еще нет, линия стоит. А у нас вода до самого до этого дошла, где мы шлюстр делали-то, камушками укладывали-то. А дальше, которая прямо, еще идет. 400 метров, и все, залито водой лог. А на карте там еще нет. У нас другая ситуация. Мы подняли уровень воды. А который туда в сторону идет, третий отрожек, 280 метров. И он на всю ширину лога идет. И поэтому мои подсчеты с учетом этих отрожков. Я не наставил так вот. Бывает, да, клинышка. А как вот этот Костровый-Симаковский, он вот так вот, тут широко, а там узко. Ну, еще широко, узко. Я даже на глаз могу узнать. Если здесь 20 метров, а вот здесь 10. Вот 20 и 10. Сколько? 30. 30 пополам, 15. Я 15 беру, трапеция. А длину вот тут высчитали. С математикой-то я разберусь. У нас всегда пятерки были. Я, к примеру, просто говорю. Нигде не суйся. Не прыгать потихоньку. Пирса нету. Пирс разрушен. А там были у нас ступеньки, лестница. И сходят там дно деревянное. Там вообще было, где крещение. А сейчас ничего этого не будет. Батюшка сходит. И свет за ними будет. И когда будете крещение принимать, никогда не за счет не хватайся. Начинает руками хвататься, как у нас одна. Батюшка ее аминь. А она стоит, ноги у нее как столбуют. Батюшка дает, она уперлась и стоит. Она не кладется. И приходит. Она вся такая, это ее жизнь такая. Она упрямая, упрямая такая. И здесь. А что случилось? Я не могла подкрыться. Ну, ноги у меня как окостенели. Что-то недействительное крещение. Он ее сломил. Задавил буквально под воду. Ну, на другой раз. Отобил и навил, утопил. Она всегда, сколько я знаю, я 30 лет с ней знакома, она такая была. Она могла меня схватить за грудки и трясти. В машине едем. Она. А когда это было? Что-то я рассказывал. Ну, я не обращаю внимания. Я спрашиваю, когда это было? А девчонка, никогда. Она мне хватает при всех. А едем картошку сажать. Тряс было? Она сейчас не помнит еще. А рядом с нами едет моя близкая подруга. Тетя Тоня. Она 10 дней меня не дождалась. С тюрьмой ей 75 было уже. И она говорит, Валя, Валя, что тебя ждет? Ну, что ждет? Грех ждет. Разгонды и прочее еще нет. Нету. Просто ничего нету. А сама по себе добрая. Добрая может что-то привезти, сделать, ароматировать. В человеке в одном доброе. Доброе источника. Еще доброе. Не может, говорит, доброе дядю, приносить злое. Тут надо так, на собой трудиться. А это не разбирается даже. На кого кинуться? У нас тоже еще одна была. Кинуться на Добунова. Ай, Мосика, знаете, она сильна, что лает на слона. Совершенно не думает. Он ногу поднял, только наступил, и тебя нет. Ну, что-то, из общины я уйду. Ну, она ушла. В общем, дальше остается тоже. Теперь это осталось. Теперь тебе это осталось. Она даже не понимает, что она себе смерть несет. Смерть. Кинулась в воду. В воду это, не знаю, человек и кинулся. Но я не знал, что он там. Кого? Добунова не знаешь? Да, Добунова есть. Он не скрытый, он открытый. Он открытый. Да, и тебя и все. Приучает к порядку. Все-то. Он не такой, да, не такой. У меня застенка, как же я ему квартиру давал, 14 лет. Бесплатно. Ну, ну, всякое было. Ну, мне разную. Так, чтобы рассорились, до вечера не разговаривали. Ну, мне эта дверь открыта оставила. Я говорю, да ты там не видно. Да я рядом, рядом. А сам в сарай зашел. А там дверь-то открыта в храм. Ну, когда рядом, когда ты внутри зашел, пятый склад. Я говорю, надо закрыть его там было. А со мной еще, я говорю, давлю свое. Я говорю, надо закрыть. Потому что мы здесь с глаз вкрылись. Ну, закрыл, и все. То есть, никогда не ищи врагов. Везде подозревает какая-то опасность. Почему? Заминированная. А враги делали так, где мины. Они это переставляли на хорошее. А вот сейчас так мины открываются. Туда шли, и подрывались, и коровы, и люди. И так у нас маленькие здесь. Ты подрываешься. Разорвешь кожу. Разорвешь позвонки. И нигде не прыгать. Довольно понравился он здесь? Да. Здесь ближе. Но тут не всегда будете. Днем другие окупаются. А там совершенно свобода. Наш пруд. Комаров тут поменьше? Да. Поменьше комаров. Я стараюсь, сколько могу вам дать это окно свободы. Но много-то нельзя давать. Бабий батальон затопщет тебя. Ну все, пока. По славу Божию. Садимся за стол. Господи, 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 Господи. Святая вода. Святой воды сразу наливай отдельную кружку или как? Кружка отдельная. А что же святая вода? Уже налили кружкой. Вот новая я поставила. Ну не знаю. Можно кружку налить, и оттуда ложка, каждый брат, чистой. Ложкой. С кружкой проходит? Да. А каждый черт. А, хорошо. Слушайте, как дядя Вова сказал. Дядя Вова, мы с тобой. А чего вы меня тут готовы? Много налили, конечно. Я не понял, а где моя ложка? Это не ваша? А кто возвращался? Не знаю. А кто доставал? Не я. Да, я доставал ложки, я отпрыгнусь. А Игнать ведь, Игнать что-то доставал? У меня она вон там в салопанчике лежит. Может быть, пожалуйста. Давай, сласкивай, ты еще кошка, не человек. Давай. Господи, Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Помилуй нас.